Итак, ребята, всем привет! Это видео называется Разборка заднего колеса Мотоцикла Honda CBR 1000RR Заднее колесо Вот оно Давайте разберем порядок Ось одетая Вот эта правая сторона Здесь Тормозной диск И крепится тормозной суппорт Ось И потом проставочка для натяжения цепи Здесь у нас Звезда ведомая Также гайка, оси И вот проставочка для натяжения цепи Так, что мы сейчас с вами будем делать Давайте открутим вообще звезду Я тут уже приготовил Маленечко ее ослабил, так сказать В стоке В стоке Заводские звезды идут Ведущая идет на 16 А ведомая, то есть задняя Идет на 42 зуба Но кто-то ставит больше, кто-то ставит меньше Это уже Как говорится, все зависит от предпочтений хозяина Какую езду он любит больше И как он будет ездить Либо быстро Либо, как говорится, он любит Динамику Интенсивный разгон И любит кататься на заднем колесе То есть стантить Любит стант Здесь гаечки Так, снимаем звездочку Вот здесь идут шайбы, ребята Так что Учтите Почти укатилось, но нет Так, шпильки мы вытаскивать, наверное, и не будем И это здесь я закину все обратно Гаечки наживляем в обратном последовательности Там, ребят, не обращайте на заднем фоне Могут орать петухи Могут орать курицу Ну, это просто, понимаете Просто петух делает ата-та И вот они кричат от счастья Так, ребята, дальше что? Откручиваем гайку Си Вот она гайка Потом идет шайба Гайка, шайба Потом идет проставка вот эта вот Без разницы Можно так, можно так Но Нужно ставить вот этими вот Выступами вверх и вниз По отношению оси маятника То есть вот так вот То есть болт натяжки должен опираться вот сюда А никак не сюда Вот сюда вот В общем, понятно Так, потом у нас что идет Потом вытаскиваем ось Вытащили ось Здесь с ней вышла такая вот проставка Проставка оси И тем временем это для сальника Если у вас болтается вот так же Как у меня То вам нужно поменять сальник Ну и в принципе что мы видим Проставочка здесь И так же Проставочка здесь Так же она болтается Если она должна быть плотна Потому что если она будет болтаться у вас Вот как у меня вот При мойке При бесконтактной мойке Вашего мотоцикла Туда будет попадать вода И тем самым ваши подшипники Долго не проживут Так Вот она сама ось Здесь Скоба Для тормозного суппорта И Проставка для натяжения цепи И собираем последовательно Вот, ребята, как это вот все выглядит Здесь тормозной суппорт Вот это правая сторона мотоцикла Если вот По отношению к вам Вот это вот справа В принципе все просто Шайба Проставка Гайка Так, дальше, ребята Вот эта вот Проставочка выпадает Потому что сальник здесь Уже изношенный Уже изношенный, ребята Так, пойдемте дальше Давайте вытащим сальник Угу Выходит Вместе с демпфером Ну ладно Сальник можно Это элементарная процедура Как вытащить сальник Так Потом у нас идет Вот это вот Как бы Расставка что ли Или как она называется Не знаю Под демпфер Под резиновый демпфер Вот они у нас Демпферочки Вот такие вот Маленькие Резиновые демпферочки Если Вот этот вот Весь механизм Когда мы опускаем Его В посадочные места У вас вот Начинает Люфтить Но он у меня Не люфтит Но если у вас Начинает Вот сейчас Вот я приподниму Начинает Вот так вот Болтаться То вам нужно Поменять Вот эти вот Демпфирующие резинки Так Понятно Демпфирующие резинки Мы по другому Просто-напросто Не поставим Они просто Опускаются Вот сюда Вот вниз А здесь Они Вот так вот Держатся Это когда уже Все там Так Их я убираю Здесь мы будем Все мыть Все делать Так Ребята Давайте Вытащим сальник Можно взять Мощную Отвертку Мощную И вот у нас Вышел сальник Так Размеры сальника Сейчас Ребята Подождите Нужно протереть Чтобы узнать Размеры сальника Иначе Мы их Просто-напросто Не увидим Размеры сальника Так Ребята В общем Сальничек У вас есть Фотка Так что Смотрите Размеры Дальше Что идет Здесь Протираем Здесь идет Подшипник Кою Люфта У меня Здесь Не было Вообще Никакого Размеры Подшипника 60 28 Так Сейчас Еще раз Вытру Сейчас Ребятки Я протеру 60 28 Р С И Кою Все Кою Джапан 60 28 Р И И Буквка Р Буквка С И Вот И 60 28 Больше Ничего Здесь Нет Так Здесь У нас Идет Здесь У нас Ничего Не Идет Здесь У нас Идет Стопорное Наверное Колечко Сейчас Здесь Протру Так Здесь Стопорного Кольца Тоже Нет Походу Он Выбивается Просто Вот Туда Но Подшипник Ребят Вообще Без Люфта Вообще Тугой В Смазке Менять Его Не Будут Так Это Уже Хорошо Давайте Дальше Дальше Следующий Подшипник У нас Следующий Подшипник У нас НТН Размеры Я Ребят В подшипниках Особо Как бы Не силен Я Стараюсь Знаете Что Все Подшипники Которые Я покупаю Я просто Я не привык К заказывать Я иду В магазин Где продают Хорошие Подшипники Японские Я иду С образцом И подбираю Просто Такой же Подшипник И все Я их не заказываю Я их покупаю Этот подшипник У нас Тоже хороший Но Я обязательно Все промою И закидаю Свежую Смазочку Обязательно Так Давайте Ребят Следующая Сторона Что там Сфокусируется Нет Я вам Сейчас Я покажу Так Ребят Другая Сторона Здесь У нас Тормозной Диск Здесь Проставка Проставки Отличаются Смотрите Как они Отличаются Они разные Абсолютно Разные С бортиком Вот Проставка Идет Со стороны Звезды Вот Здесь Вот Здесь Звездочка В этот Сальничек Вот так Вот Все идет А проставка Обычная Идет Со стороны Тормозного Диска Так Дальше Самое главное Чтобы ребята Вот эта Ваша Проставка Не имела Очень Большую Выработку Маняю Я Практически Не чувствую Но Все равно Я Ее Полирую Чтобы Она Блестела И менее Из нашего Сальника Дальше Вытаскиваем Сальник Вот Ребят Вытащили Сальник Не повредив Его И давайте Посмотрим Его размер Сейчас Ребята Я его Теру И Вы Посмотрите Фот Итак Ребята В общем Мы все Посмотрели Что Да Как Сальники Нужно Обязательно Менять Иначе Ребята Если Вы Не Поменяете Сальник Забьете На Это То Посмотрите Сейчас Фот К Ну Вы Поняли В каком Состоянии Будут У вас Подшипники Буду Надеяться Что Вода Не Добралась До Внутрянки Подшипника Потому Что Я Под осень Прям Замывал Его Керхером Любитель Прям Был Помыть Его Керхером Перед Зимовкой Вы Так Смотрим Здесь Подшипник Тоже Японский Размер 62 Короче 6 205 На 2 В общем Ребят Как говорится Разговор Одно А увидеть Фотку Совсем Другое Ну Ребята И все Я думаю Всем все Понятно Где Какой Подшипник Где Какой Сальник Я думаю Ребят Вы Это Поймете И Самое Важное При Установке Новых Сальников Постарайтесь Вот Эта Вот Поверхность Поверхность Соприкосновения Отполировать Постагоем Или Наточили Например Войлочный Круг Есть Такой Вы Одеваете Постагоем Натерли Вы Полируете Вот Зеркальная Поверхность Будет На поверхности И Сальники У вас Проходят Очень Долго Чем Чем Когда Когда Она Уже Такая Вот Уже Потерта И Как Бы Уже Не Айс Как Боже Не Айс Ребят Соприкосновения Так Давайте С ней Тормозной Диск Он Крепится На Четырех Шестигранниках Вот Тормозной Диск Вы Его Никак Не Перепутаете Потому Что Потому Что Ребята Наоборот Вы Просто Напросто Вы Поставите Но Здесь Специальный Выемк Есть Смотрите И Направление И Толщина Минимальная Толщина Четыре Миллиметра Вот Надо будет Замерить Его Микрометром Но В принципе Вот Если Вот Так Вот Взять Даже Вот Без Микрометра Края У него Без Выработки Она Есть Буквально Чуть Чуть Но Все Равно Как Говорится Есть Прибор Пользуйтесь Прибором Чтобы Знать Более Точную Информацию Ребята Так Что Вот Так Вот Наш Диск Наше Колесо Вот Он Ребята Наше Колесо Подшипники Меняются Следующим Образом Здесь Стопорного Кольца Никакого Нету Здесь Стопорного Кольца Нет И Здесь Тоже Его Нету Стопорного Кольца Оно Либо Выбивается Влево Либо Вправо Вот Так Вот И Там Идет Такая Штулка Проставка Распорная Штулка Идет Там И все Ребята Ну Подшипники У меня В хорошем Состоянии Когда Я до Разборки Пробовал За колесо Шатал Вообще Никакого Люфта Значит Они Мениные И Мне Повезло То Что Из-за Плохих Сальников Я Уже Начал Перебирать Мотик Вода Не добралась До Внутрянки Подшипника И Там Все Отлично Но Я Все Равно Вымою Старую Смазку Оттуда И Заложу Новую Вот Так Вот Ребят И Используйте Всегда Новую Смазку Не Надо Там Пользоваться Солидолом И Прочим Либо Есть Специальные Хорошие Смазки Для Подшипников Где Высокие Обороты Высокий Коэффициент Трения Специально Ребят Так Что Ребята Учтите Вот Так Ребят На Это На Это Было Видео Разборки Колеса Ребят Кому Понравилось Ставьте Пальцы Вверх И Подписывайтесь На Канал Ребят